Мне очень интересно, Александр Григорьевич. Мы здесь, жители приграничного региона с Литвой, давно ценим истинное дружелюбие литовского народа. У нас здесь, естественно, экономические связи, родственные связи с литовцами. Но вместе с тем, вы недавно очень мудро заметили, что касается прошедших выборов в Польше. Поляки опустили, но с писавцем. Они описались с писавцами, я так сказал. Грубовато, но... Так вот, и у меня по этому вопрос. Возможно ли восстановление дружеских отношений с поляками? И как итог, в ближайшее время у литовцев тоже будут свои выборы. Возможен ли вариант, что литовцы, литовский народ, избиратели, они заставят свою власть работать на интересы своего государства, а не будут плясать под дудку Вашингтона или Брюсселя? Александр Григорьевич, как считаете? Вы знаете, я в этом абсолютно не сомневаюсь. И Литва мы восстановим отношения, и Польша, они никуда не денутся. Есть основной принцип. Соседи не могут жить плохо. Я всегда говорю, соседи от Бога. Их не выбирают, они от Бога. Бывают разные разногласия, ссоры и так далее. Это приходящее время. Придут времена, когда мы будем жить с ними так, как это было всегда и в советские времена. Но вы же понимаете, что не мы в этом виноваты. Вот я часто над этим думаю. А вот мы где-то что-то не так сделали. Да нет. Мы никогда не обижали никого. Вот они возмутились. Мы строим здесь атомную станцию. Я говорю, что у нас две точки было для строительства атомной станции. Почему я здесь выбрал эту точку, одну из двух? Я вам сказал, я хотел, чтобы по развитию получил этот край. Там проще. Возле России, ближе рынок и так далее. А здесь надо было людям дать эту отдушину. Но я им тогда говорил, литовцы, одумайтесь, мы все равно построим эту станцию. Ни американцы, ни европейцы, никто нам не помешает построить. Мы принимаем решение, что нам делать на нашей земле. И мы ее построили. Более того, я говорил о том, что вот Игнолинскую станцию закрыли. Ваши люди будут у нас работать. Я по-человечески им предлагал. Ну, вы правы, там же не они управляют страной. Век жили вместе последний. Чего нам делить? Ну, они выбрали такой путь. Сейчас они нас гнобят за мигрантов. Недавно с Венгром встречался министром Венгрии иностранных дел Руд Петр. Я не хочу, чтобы Беларусь была отстойником. Я не буду здесь держать мигрантов, которые идут к вам. Они к вам идут, ну и пусть идут. Дальше. Я организовал безвизовый режим. Так они начали пугать своих людей, что мы их тут завербуем. Что ж нас завербуем? Ну, не вербуйтесь. Если вас кто-то вербует, то вы не вербуйтесь. Или мы силой кого-то заставляем. Назовите факт хоть один. И вот они все выдумывают, выдумывают и упрекают том, что мы чего-то делаем против них. Да нет у нас никакого желания этого. Вот в Польше новое руководство. Я там не в восхищении, что вот пришел Дональд Тулска. Я его знаю давно. Я сразу до выборов сказал, что это человек проевропейский. Описанная ПИС, это больше проамериканская партия была. Но это не значит, что завтра там поменяется политика в отношении Беларуси. По закрытым каналам мы с ними разговариваем и прочее. Они предъявляют мне какие-то условия. Ты там этого отпусти, этого отпусти. Он закон нарушил. Как я его отпущу? Для этого должны быть определенные условия. Мы суверенные, независимые государства. И мы будем проводить ту политику, которая в интересах нашего народа. Вот этим все сказано. Если они готовы на это, завтра мы готовы пожать друг другу руку в любом месте и готовы с ними сотрудничать. С ними, с украинцами, Украина все равно будет наша. Никому эта Украина не нужна. Заварушка на Ближнем Востоке. Я же предупреждал полтора где-то года назад, когда война началась. Зеленскому звонил, говорю, Володя, послушай меня. Опытного человека. Не первый год, я говорю, работаю. Как только где-то какая-то заварушка, при тебя забудут. Ну что происходит? Украина отходит на задний план. Головой надо думать, прежде чем втягивать страну в ту или иную авантюру. И пройдет время, никому, как Афганистан, помните? Самолет поднимается, они как горох сыпятся с этого самолета. Кинули и уехали. Точно так будет и здесь. Они далеко, они большие. Им это сто лет не надо. Их политика это муть, муть, муть заварить чего-то и в этой мутной воде, знаете, что там рыбу легче ловить. Это их политика. А все остальное это расходный материал, как в Украине сегодня. Поэтому этот регион, наш регион, в том смысле, что мы вместе будем. И вот посмотрите, Европа приползет к нам, к России. Потому что Европу сегодня на части рвут американцы, как хотят. Она не может сопротивляться. Потому что у него все на рынке Америки завязано, кредиты, собственности и прочее. Ну и вы видите, какие там политики. Я на них смотрю уже, как опытный человек, мне иногда плакать хочется. Они же не думают о народе. А там отсидел, срок два пошел и украл там что-то в карман, положил и уехал куда-то. Точно такие вот говорят, Зеленский готовится куда-то смотаться. Поэтому рано или поздно мы все равно вернемся в свое лоно. В этой корзине, в этой колыбели наша жизнь. Поэтому ничего, подождем. У нас катастрофы нет. Я не говорю, что у нас шикарная жизнь во всех отношениях. Но у нас человек. Если ты хочешь заработать чуть больше для семьи, ты сможешь. А с ними многое от вас зависит. Многое зависит. Поддерживайте с литовцами, поляками нормальные отношения. С ними не надо ссориться. Мы один народ фактически в этой колыбели. Наши они, соседи, никуда не денешься. Субтитры создавал DimaTorzok